День рождения у Сургутского музыкального драматического театра. Известный своими спектаклями и проектами не только в России, но и за рубежом, коллектив вновь с премьерами. За кулисами побывала наша съемочная группа. 10 таких приборов заменяют порядка 50 фонарей таких точно. Этот цветовой софит с десятками специальных прожекторов весит больше 700 килограммов. Его используют не для танцпола, а подъемное устройство освещает театральную сцену. За кулисами еще много подобного оборудования. Махины требуют особого отношения. Перед каждым спектаклем несколько человек готовят технику. Ведь большинство ламп настраиваются только вручную. Необходимо 3-4 человека, потому что каждый прибор паршета 4 направляется индивидуально. То есть пришел человек, ему надо, допустим, чтобы луч светил новосцену. Он направил прибор, поменял светофильтр на красный, на желтый, на синий. Данные приборы делают все автоматически. То есть делает художник по свету, который работает за пультом управления света. Пока одни готовят сцену, другие готовятся к выходу на нее. Для Юлии Тюкаловой каждый, как самый важный день в жизни. Идеальным должно быть все. Макияж и прическа, одежда и обувь. Роль отрепетирована сотни раз и уже сыграна на разных театральных площадках. И не только. Труппа выступала везде, где это возможно. Даже на улице и на борту крейсера. Имена на поверке. Спектакль, который видели не только югорчане. Он посвящен Великой Отечественной войне и стал частью проекта «Вспомним всех поименно». Этот спектакль, конечно, он играет огромную роль в жизни нашего театра, в жизни нашей труппы. Мы проехали с этим спектаклем от Москвы и до Берлина. Это Москва, Тула, Воронеж, Брест, Дрезден, Берлин. И в каждом из 13 городов мы давали этот спектакль. Это юбилейный 60-й показ спектакля «Имена на поверке». Его показом драматический театр решил отпраздновать свой 22-й день рождения. Постановка о молодых, юношах и девушках, живущих в годы Великой Отечественной войны. Она, как всегда, собрала полный зрительный зал. Мы поклонимся в ноги живым и страдавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались любят. Сейчас Сургутский театр – это здание со сценой, холлом, рабочими кабинетами. А первые пять лет не было стационарной площадки. Спектакли шли в школах и домах культуры. За 22 года артисты показали больше 2000 спектаклей. Проекты выходят далеко за пределы страны. Проект работы с Берлином, со своими соотечественниками и тот конкурс, например, чтецов среди подростков и детей уже в Германии, тоже дорогого стоит, потому что мы сегодня входим в это пространство уже не только российское, но мы выводим Югру в европейское пространство. После вынужденной и длительной паузы Сургутский драматический театр в свой день рождения открыл новый сезон. Зрители ждут премьеры. Леана Киямова, Вадим Черняев, Вести угоря, Сургут.